Всем доброго времени суток, с вами The Lightful, и сегодня мы будем проходить игру Marlow Bricks and the Mask of Death. Купил игру недавно в стиме, вышедшая буквально сегодня, да, 21 сентября. Не знаю, насколько верны источники информации, но я думаю, что именно так всё и было. Итак, начнём давайте кампанию. Я ещё сам ни разу не пробовал в это играть. Я пытался, очень сильно пытался действительно настроить звук, но я не знаю, возможно там сейчас всё кричит, поэтому посмотрим всё в записи. Я настроил всё по 30-очке, здесь настраивать всё просто очень ужасно. Здесь аж 4 функта, настраиваемые звуковых эффектов, и они настраиваются все только стрелочками на клавиатуре. Ну да ладно, это довольно-таки неудобный момент. Итак, давайте New Game, Enter. Давайте Normal Mode выберем и послушаем историю игры. Вы можете выйти Shock? Ну да, я думаю, что но получится. Не думаю, что это просто человек. Продолжение следует... 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 ладно сейчас мы подлетим по-любому да нет слушайте а с физикой не так то все и плохо ведь ему не так когда подходим к неизвестному профиллеру скорее всего это какие-то кондиционирующие фиговины охлаждающие корабль или где мы находим где мы находимся а вот я сейчас так и не понял я не могу вникнуть в игру потому что я не до конца понимаю что происходит я понимаю что мы находимся в непонятном логове в лагере каких-то там контр-бандистов которых мы должны убивать всю игру это что-то типа противобойства чувака из прототайпа с кем-то с обычными людьми потому что они мне абсолютно ничего не могут сделать сколько бы они меня не стреляли так может быть я могу поднять бочку и кинуть него что что мне надо сделать я я не серьезно мне может быть все таки в действительном взлететь на этом или что так давай-ка попробуем отбить его снаряд на нет получилось еще раз давай суши почему нет никакой отдачи когда ты стреляешь из rpg очень странный дядька вообще должен сейчас попасть в пол ага все ясно как это делается там не хохры-мухры это все таки физика да конечно полетели полетели пик и чем не надо приспас а короче уже было спать нажать чтобы уйти отсюда дядька давай почему-то не улетающий вообще не пойму я хочу вот спрыгнуть можно почему не могу спрыгнуть я просто не понимаю вот неохота за суицидится чего я не могу чуя копье огненное какое-то это что мир гарри поттера какой-то я не понимаю честно ой что это я сделал а все я походу я начал догонять это же здесь это же если принц перси то все просто жмем левая правая левая правая и получается какой-то мега комбо да ну-ка так нет а если два раза левая я конечно было бы легче посмотреть меню но в принципе тут и так все очень просто я вам предлагаю сразу выбирать не нормал мод а там самый хардовый какой только есть потому что ну играть действительно пока что очень легко может быть потом будет тяжелее так мы повисли то есть прыгать на камазе для нас было проблем не было проблемой а залезть на веревку не а то есть это типа какого-то босса да отлично то есть он не может пробить тканевые доспехи класс дядь давай мы тебя короче поднимем а то есть он он мега крутой и мы его не можем поднять потому что он наверно админ какой-то супер игрушки поэтому у него есть специальные привилегии и так мочи мочи мы его просто наярием как только можем у него какой-то никчемный огнетушитель а мы деремся с мега палкой поэтому мы по-любому должны навалять в щи е е е на все дяденька давай улетает сюда вот зачем если ты его поднял ну зачем он на пол было ронять если его можно было сразу выкинуть ладно хоть додумался это сделать так куда мы дальше летим мы летим ого вот это прыжок сушки физика на уровне достоевского да и так пополняем опять здоровье отлично во время пополнения здоровья по нас стреляет 2 рпг штика ну и так у вас еще и чё расчет есть какой-то даже хп хп мое а по моему ничего не сделайте а теперь смотрите бочку бочку ёж корова получаете ах вы крысы они еще боятся меды ой сколько тут дядек злых а у нас здесь еще стоит турелька то есть я прям почти более чем уверен что мы можем стрелять из турели ну по-любому же ну-ка не а походу не можем ладно это еще нам предстоит выяснить я думаю не все так просто ничего то вот рпг шники прям вообще какие-то прям мега чуваки которые боятся нас что злые существа киты что в животные что чем с бояться обычный человек питающий все законы физики чай рпг у меня к это касание понятно чего боишься вот вот я думал он забагаюзил и теперь его никогда в жизни смогу убить нет оказывается все домики просто получилось так пресс я рту из вот но я же говорю что можно турельку ты что делаешь а так поехали вот мы сейчас отомстила на тебе зуб за зуб так у нас похоже перенагрелась турелька давай мари так тоже давай пады ты тоже что как-то быстро умираете знаете ребят ну-ка давай-давай а мне нужно попасть видимо да точно и так и полно нужно попасть в пилота когда мы попадаем попадаем в билоту в приватном пилота попадаем такое ощущение что он держится собой бензобак видите то есть когда мы попадаем в место где находится по идее бензобак ничего не происходит как мы powаться пилота происходит взрыв да суть по всему пилоты есть какое-то топливо, наверное. Так, зачем назад залет? То есть они сейчас получается залетают назад и сами ломаются там в корабль. То есть даже нет смысла их убивать. Давайте посмотрим, что произойдет. Хотя нет, у нас мало здоровья. Это что-то типа типа галаги или как игра называлась. Challenge completed 300 XP gain. Окей. А, это типа... Да-да-да, как я и предполагал, видите, они сами берут и взрываются. То есть у нее очень умный товарищ при стартах апгрейдеров и танцы magic. Класс! Тут еще и магия есть. Просто это какой-то новый век технологий. Так, сколько у меня есть денег? Давайте мне что-нибудь уже. Ну давайте. Давай. Так, еще раз. Что, все, ничего больше не могу. Ладно, пойдет. Тоже. Я не знаю, что мы сделали, в принципе. А, мы вон, здоровье у нас увеличилось. Давайте спрыгнем въезд. Надеюсь, там нет радиоактивных отходов каких-то. Хотя нам плевать абсолютно на все. Так. Ну, давай, дружище. То есть... Ага! Все, я понял. То есть у нас такой вид супергероя, который может прыгать с какой-нибудь там вагонетке до девятиэтажного здания, но не может перепрыгнуть невидимую текстурку. Он просто не может этого сделать. Ну, ладно, я буду надеяться, что существует такие виды героев. Ну, к примеру, помню игрушка спайдермен была. Ой, спайдермен. Да, спайдерменовская, точно. Где я вообще никуда, по-моему, особо прыгнуть нельзя было. Так. А! Нам надо допрыгнуть, он до той дверьки, да? Ну, не проблема. О! То есть... То есть ты боишься огня? Вот боится огня, ребят! Ахахахаха! Может быть нам нужно затушить, что-то здесь. Так. Нет? Нет, получается. Давайте восстановим наше здоровье. Может быть, всё-таки мы быстренько соберём вертолёт по деталькам и улетим отсюда. Чё там деловка? Так, он... Короче, он ничего не умеет у нас, этот герой, кроме того, как выпендриваться. Ха! Вот даёт, а! Так! Чё-то я не понимаю, чё дальше делать. Ну, и... Может быть, турель восстановим там, мы не перепрыгнем. Или что надо сделать-то? Ёшкин кот! Что надо сделать? Объясните мне. О-о-о! Ладно, народ, чтобы вас пока не мучить, давайте пока что закончим на этом. Сделаем первой частью. И в следующей части я уже продолжу с пройденной... Хотя нет, я вам лучше всё-таки покажу, как это нужно проходить. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите вторую часть. Субтитры сделал DimaTorzok